Сторож летит. Ещё один донор, я так понимаю, нашёлся. Просто, просто огромный. Но ещё как бы не всё прошли, пока ещё здесь, пока ещё ходим, посмотрим, если ещё отключим. Если взять этот дом, ну, вокруг просто лес. И вот этот вход уже такой. Знаешь, как будто бы здесь происходит что-то странное. Пойдём, пойдём, мы знаем. Что-то садится фонарь, что ли? Вот. Вот. Слушай, мне не светит, смотри. Постучи побольше. Это вода. Вода? Такой бы на ЗИЛ, да? Ну да, а Миша нет? Да. Вот там чё? Да, пол, конечно, просто нет. Всё, пошли мы туда. Такое чувство, короче, что мы где-то в школе, да? Как будто спортзал, блядь, ну. Это как бы всё было. Это, может, этот? Учебный... Дискоклуб? Дискоклуб сельский. Погляни. Дискоклуб сельский. Да, в материале может быть, нет. У нас просто вода. Уже всё прогорело. Да, просто представь, что Войсковая часть где-то посреди леса, ну, такой вот домик. Это, может, умывальник или... Столовка, может, это было? Кстати, да. Потому что, похоже, какие-то... То ли плиты, то ли... Ну, электрическая плита, то ли... Каптер, туалет, ПДС. Любит и казарма, если каптер тут сидит. Ну, тут есть, нет, туалет. Ну, тут есть, нет, туалет. Ну, чё, блядь? Ну, блядь, я куплю. Минимат, давай. Это дом просел или пол Спучало тут? Мне кажется, пол спучило, потому что там вообще дыры целые. Ну, пойдём и тяпь, сначала посмотрим. Сейчас будет некое испытание, подожди, не иди Диана Джонс В армейке, когда за офицером закреплено какое-то место, за что он ответственный, набивается пластилин, кладется вот так ниточка и на ключах у него есть печать Вот так он ставит ее, ну типа понял, если ты ниточку сорвал, сразу видно советские технологии Сигнализация Ну типа да, ну как контролька, вообще ничего, ни бумажки какой-то, ни плаката На одной двери вот написано было коптерка, туалет и ПДС, не знаю, что такое ПДС Пошли находиться, надо к там не выйти В общем, опять забрели наварочный цех в столовой, получается меню на 24-й год В общем, опять забрели наварочный цех в столовой, получается меню на 24-й год Завтрак Макароны по-флотски, кофе, сахар, масло, хлеб Обед Салат овощной Рассольник Гуляш Каша Компот Хлеб Люба Федотова Книга Учета контроля за качество приготовления пищи Значит, с 94-го закончена в 95-е В общем-то, следы у короба, вот эти последние здания, то есть вот так вот они Как бы аллея идет по одной стороне Сейчас немножко обойдем, попробуем найти технику А, кстати, спасибо Александру, который мне скинул обозначение этих мест Помните, ему в Африканде были? Ну, тут, конечно, поменьше Получается, здесь в аэродроме Октябрьском тоже есть два Вот еще один Ну, пошли Мы уже, как люди, скажем так, опытные Уже оценили такие вещи Сейчас сравним Как-то Надо? Ну, не ржавое, можно Слушай, ну да, такая Заколхозить куда-нибудь А, и все, что ли? Да Видишь, тут он немножко под скос идет А, тут ничего нет Вот Листа Ну, просто шли сюда, реально Ну, полчаса, наверное Ну, то есть, от всех Ну, пора, когда вы были Но зато, но для галочки Хотя бы здесь, да Тут, я думаю, вряд ли было для самолетов Я так понимаю, просто Оксы для техники Обслуживание Хотя, опять же, ям нет В этой состоянии В этой состоянии В целом Как 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 Непонятно Какие Океаны Способ приготовления Слушай, это СССР Импортер Слушай, хорошо сохранилась баночка, да? Ну-ка Так, ну пойдем ко второму боксу Кокеокия О, пила Вот еще одна А, так это она и есть, двухручка А Вот Вот Ящик Ну-ка, вот это Что это? Все? Одно отверстие? Непонятно 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 Второй чек? Ящик Ящик Либо Может Оно На таком Отдалении Как бы Находится От всех Объектов Может Это Что-то По секретной части Что-то Нет Тоже самое Породы Так Срезаны Как Обычно Третье сентября 78-го года Здесь были Грохотов Попов ДНП-78 Наявный Ну, оказывается не только в Африканде Но и у нас получается Можно на такие объекты Наткнуться Звучит Ну, это эпично Нашли, кстати, тут Ты выкинул далеко банку-то? Нет Вот Каша гречневая, с говядиной Но шрифт такой как бы не видно Но Там вот цена 42 копейки Но Видно, что это еще советская То есть получается это Прямо краской, да? Ссерочили не видно видно что цена советская вот а так ну как поняли получается это не не для если в африканде это для истребителей было здесь понятное дело ворота маленькие просто какие-то склады но видимо крытые возможно не за очень много консервных банок может быть продовольственные сейчас находимся на некой скажем так территории где оставлена различная техника вот москвичи лежат там один тоже старый какой-то он там еще зил стоит бочки кунге все это здесь и просто этот краз стоит во-первых двигателю просто просто огромный ну больше чем узеланец краску за терто не видно просто вот самое интересное что у него на двери но андреевский флаг и якорь относился он к этому же не то есть морская авиация получается кунг тоже мускатные колеса там мтлб еще какой-то стоит запорожцы москвичи пошли к мтлб это мтлб наверно свежий может быть тут арендует этот боксом охотники или кто там рыболовы и на этом путешествие опять я уже я чую комментарии насчет про металл сдавать тут но раз мы здесь есть значит ну не просто так это все спаляется он еще один зил бензолосчик ну такой он вообще мощненький так это точно нтлб я не в квалификациях в этих не разбираюсь но в какой-то ну просто это кузов-то побольше да у него прям такой капитальный но так вот боксы для обслуживания техники все тоже они запечатаны подошли посмотрели особо никуда не зайти там прицеп пошли прицеп покажем да просто на зиловской базе нужно какой-то и на газовской такой типа не знаю как карета что ли да ну похоже сбоку это но это же колхоз да я не знаю что короче вот нашли такой прицеп короче непонятно вот в общем получается бункер нашли вот эти арочные укрытия нашли какие-то бытовые корпуса и столовые нашли склад техники нашли еще осталось где-то тут неподалеку вроде гсм склад там вроде тоже какие-то здания еще остались сейчас попробуем их найти не знаю в тот дом пойдем пошли сходим в общем еще один донор я так понимаю нашелся колеса на них правда тут уже ничего не вообще ни приборки не осталось руль только это он уже коснутый вот там две морды смотри две мордахи осталось номера и это погоди а это это краска а что ты погоди говоришь про флакорма какая-то баков нет да вон но она в тормашками лежит а вон та где вот эта это зил не Урал Урал не вот следующая да это шляпа какая-то ты че она короче очень много вот осталось именно получается не приборок не внутрянок уже ничего нету но чисто кузова только одни остались ну и вот какой-то вспомогательный я так понимаю бокс пойдем зайдем до кучи до кучи а это дрова не дрова это с рук лежит опа типа погоди это дом внутри дома справится что ли может просто по пути сюда получается там на трассе на каком-то участке ну вот лежат эти бревна не замуж тут ехать все это туда не ну тут видно что они старые спил старые вот у которых лежат а вот там поновее ну короче вот таким образом получается бокс какой-то может они потом хотя как ты его вынесешь потом не как ты его не вынесешь или потом сносить будет нашли еще одно здание то есть получается таких одноэтажных построек с такими крышами здесь очень много нашли вот такой ангар ну вот сцена вот эти стулья как как из дека типа такие складные ну возможно здесь был короче ну как бы вот этот армейский клуб наверное какие-то концерты проводились потому что сцены все остальное здесь пола нет практически все такое себе ты же представляешь клуб в ангаре дело в том что здесь как бы равнина и все объекты как бы на одном на одной высоте просто вот мы идем чем дальше идем тем больше удивляемся вот нашли какой-то вот их несколько этих ангаров то есть там видно что большие большие прям воротины здесь огромные ворота внизу есть небольшой челюстка или люк я предлагаю активировать фонарь и взглянуть туда это как в это бомбоубежище да в то вот взлет взлет что можно ну конечно ну это прям бочка ну это прям здоровая бочка бля фанась садится уже не в завези честно вот это вообще хз для чего это потому там смотри вот воротина тут открывается вот механизм это бочка я и 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 так в общем уже заканчиваем сейчас находимся на месте это карьер дело в том что здесь если кто смотрел фильм завещание Ленина когда была речь нам когда он сидел в лагере и работал на карьере это был непосредственно здесь в и и и и и и в и она В общем, друзья, на сегодня все Всем спасибо большое за просмотр Как говорится, живите дольше, узнавайте больше Пока Субтитры сделал DimaTorzok